Итак, друзья, всем добрый день! Я вас приветствую на моем канале. Сегодня речь пойдет о том, как правильно стимулировать и очищать лимфатическую систему. Но прежде чем говорить об этом, подробнее. Вспомним о том, что все наши органы и системы работают в тесной взаимосвязи. Мы их не видим. Они живут в тесном содружестве, коммуницируя между собой. И поэтому очень важна последовательность в очистке. Прежде чем приступить к очистке лимфатической системы, нужно обязательно поработать с нашим кишечником. То есть навести порядок в кишечнике. Это вопрос номер один. Второе. Поработать с мочеводелительной системой. Третье. Перейти к коже. Так как если вы начнете пить при лимфоочистке вещества, которые обладают патагонным действием, а у вас не почищен кишечник, все токсины будут собираться и выделяться через кожу. И начнутся различные высыпания. Причем они могут быть достаточно сильны. Четвертое. Перейти к бронхолегочной системе. И только когда поработали с кишечником, мочеводелительной системой, кожей и бронхолегочной, можно спокойно приступать уже непосредственно к лимфоочистке. Итак, шаг первый. Нужно добавить лимфостимулирующее вещество. Дать то составляющее, которое простимулирует нашу лимфу, и она начнет двигаться, течь. Таких стимуляторов среди растений достаточно много, но самый сильный из них – корень солодки. Но солодка имеет противопоказания. Ее нельзя людям, у которых повышенное артериальное давление. Поэтому я использую универсальное лимфостимулирующее средство, которое называется LIMFLOW. Принимаем лимфостимулятор утром, две капсулы, запиваем структурированной водой. Я использую продукт Coral Mine. Он очень хорошо структурирует воду. И делаем комфортную для вас гимнастику, чтобы усилить движение лимфы. Параллельно делая гимнастику, продолжаем пить нашу теплую структурированную водичку. Лимфатическая жидкость в этот момент стекает по лимфатическим сосудам кишечника. И очень важно в этот момент много пить воды. Дальше. Через час после начала данной процедуры все шлаки и токсины, они будут уже в кишечнике. И теперь наша задача – добавить сорбент, который свяжет, захватит, удержит и выведет токсины. Отлично работает в этом плане бурая водоросли. Я использую продукт Коралл Келп. Принимаем 2 капсулы через 30-40 минут после лимфостимулятора. Затем задача – раскрыть желчные протоки и сбросить основную массу жидкости и желчи в кишечник. Идеально подходит для этой процедуры продукт лицетин. Его принимаем через 30 минут после Келпа за 20 минут до завтрака. Итак, все межклеточные жидкости благодаря солодке стекли. Сорбент Келп их захватил. К ним присоединилась желчегонная – лицетин. И в итоге образовался такой некий токсический конгломерат, который выведет все из кишечника. Эту процедуру повторяем 2 раза в день – утром и вечером. Ничего не меняя в последовательности, только утром все делаем до завтрака, а вечером все делаем до ужина. Можем повторять эту процедуру от недели до 2. Лимфоочистку можно проводить как в профилактических целях, просто 2 раза в год, так и после перенесенных вирусных, простудных заболеваний, после приема антибиотиков или гормональных препаратов, после стрессовых перенапряжений. То есть это очень поддержит вашу иммунную систему. Но помните, последовательность подготовки лимфоочистки – то есть это первая – кишечник, потом чистим органы и фильтры, бронхолегочная система и только тогда лимфа. И еще, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, следите за новостями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я была рада сегодня быть с вами, быть вам полезной. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok